Да, привет, привет, Наташа, привет. Ну я же это делаю, мне же надо сдать, я обещал, хотя редко появляться в Ютубе, но, слава Богу, сейчас вот как раз-таки дисплей Влад мне чинит, сегодня дочинит. Пока он работает, давай я у тебя спрошу, как там в Белоруссии дела. Хотя я знаю, в принципе, я знаю, можешь себя не затруднять. А я тебе хочу вот эту картину показать. Помнишь, Павилов хотел, чтобы я нарисовал кактус? Да. Похож на кактус, нет? Да, получился какой-то цветущий кактус, да? Слушай, я тебе скажу, очень смешная вещь. Короче, я же ленивый, да, вот ленивый, и мне на кактус посмотреть, чтобы его нарисовать лень. Ну, я стал тогда кактус рисовать, но как-то он у меня не получился, просто по памяти. Ну, я же художник, так сказать, и поэтому я рисую ощущения, ощущения. И у меня получился тогда цветок. Я не знаю, теперь раз видел или нет, но я парил его, не стал это показывать. Всё-таки он профессор у нас. Помнишь, он мне подарил эти самые часы, там, где я с ним работал, в ИМАШ. Видишь, что это написано? ИМАШ. ИМАШ. Институт машиноведения Академии наук, где я работал в лаборатории биомеханики, ведущим научным сотрудником. И он мне, профессор Палилов, конечно, я хотел ему кактус нарисовать, но потом вот что получилось, видишь. Я рисовал, 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 и у меня получился кактус. А поскольку он не очень похож на кактус, я написал так. Кактус мой инопланетный. Да. Потом опять рисовал, 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 потом смотрю, а ведь там музыка появляется. Поэтому я написал, кактус мой инопланетный или музыкальная элегия. А потом я вспомнил про ёжиков. Что ёжики, оказывается, похожи на кактусы. Ты мне как-то кактус подарил, вот такой маленький. Вот я его нарисовал. Видишь, зелёненький кактус. И как ёжик. Видно там, да? Да, да. Хорошо видно, нет? Видно, хорошо. Вот на кактус похож. А потом я вспомнил, Мишка Осетников, у меня был друг, полковник там в Махачкале, который анекдот рассказывал, что как один человек стресс снимал. Он вот так стоял и вот так руками делал. А я, говорит, его спрашиваю, что ты делаешь? А он, говорит, говорит, да я думаю, как ёжики между собой. Как ёжики между собой. Ну, короче говоря, я нарисовал кактус инопланетный. Или музыкальная кактусная элегия и ёжкин кот. Ёжкин кот. Такой ещё не было, элегии музыкальной, кактусной. Ну, не было, да. А ёжкин кот, говорят же пословицу такую. Да, ёжкин кот. Да, я поэтому написал, кактус мой инопланетный. Это название картины. Кактус мой инопланетный. Или музыкальная, или кактусная элегия. Ёжкин кот. Ёжкин кот. Вот так получилось. Ну, как тебе, нравится? Ну, похоже на цветущее какое-то растение. А ты видишь вот здесь везде кактусики, вот эти вот штучечки такие? Знаешь, это на россянку чем-то похоже. Россянка? А это что такое? Да. Это такое тоже растение. И у него тоже есть такие. Оно как капелька из такими. Ну, хорошо. Но я могу Палилову послать вот этот кактус мой инопланетный или кактусная элегия Ёжкин кот? Ну, конечно. Ну, слава Богу. Тогда я пошлю. Там в Белоруссии всем привет. Ты книгу закончила, отправила ты ей издателю? Да, я заканчиваю. Я вчера уже договор подписал, а тут у меня дисплей сломался, компьютер сломался. И несколько лет книгу, которую я писал, диск сгорел. Короче, Влад мне помогает. Владу тоже привет. Всем друзьям нашей школы человек будет еще привет. Почему? Потому что мне все время там пишут пличку. Такие вещи пишут. Цивиль мне написал, Александр. О, как ему метод помогает, ключ. Он говорит, учитель, спасибо вам такое. Потому что у меня, говорит, недавно такая сложная ситуация была, такая сложная ситуация. Но я из нее вышел и, говорит, все время вас вспоминаю. Всем привет, друзья. Красави, красави. Я тебе хотела показать, что мне напомнил твой кактус. Вот смотри. Похоже. А что это такое? Это растение оросянка. Понятно. Так может в название мне добавить еще одну строчку. Там где ешкин кот. Ешкин кот. Да. И что-нибудь добавить. Ты знаешь? Ну так она и будет ассоциироваться. Кактус мой инопланетный. Или кактусная музыкальная элегия. Ешкин кот. Росянка. Нет, лучше просто ешкин кот. Хорошо. Да. Ладно, ты хорошо очень выглядишь, Наташа. Я очень рад. Я очень рад был с тобой поговорить. Давай. Счастливо тебе. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.